Самовар для жителей имперской России, в частности в XIX веке, стал символом семейного благополучия, уюта и хорошего достатка. Его, как правило, выставляли на самое видное место в доме. Подобные устройства для нагревания напитков существовали еще в глубокой древности и в самых разных культурах. С 1778 года началось производство самоваров на Руси. Чай стал известен в России с XVII века, соответственно, самовары появились уже с Петровского времени, в XVIII веке. В 1840 году интересный документ был, как в Екатеринбурге на таможне изъяли самовар весом аж 16 фунтов. Но здесь самовары несколько иные, уже конец XIX века. Знаменитые тульские самовары, за исключением вот этого. Этот совсем не тульский. Самоваров банок, дешевых и поэтому самых популярных, в среде широких слоев населения насчитывается 49 единиц хранения. Самоваров рюмок собрано два экспоната. Самоваров ваз в общей сложности 30 предметов, из них 8 груш и 11 репок. Самовар шар своей формой особенно привлекает жителей Турции и Персии, поэтому является в большей степени экспортной моделью. Казалось бы, где восток с его персидским и арабским, и где самовары. Тем не менее, эти два традиционно русских предмета содержали клеймо с надписями на фарси. Один из самоваров необычен тем, что на нем содержится надпись. Надпись непростая. Она заключена в клеймо и представляет собой чистейший персидский язык – фарси. О чем же эта надпись? А это есть не что иное, как имя заказчика и, собственно, слово «заказ». По-персидски это звучит как «сефарэш Али Альнаби», то есть «заказ для Али Альнаби». Персональная вещь, которая предназначалась некому Али и должна была украшать его стол. Медный блестящий самовар и по сей день живет не только в фондах российских музеев и Азовском музее-заповеднике, но и в произведениях писателей и на полотнах русских художников. Самовар и сегодня имеется в семьях каражан и сельчан и также остается любимцем и гордостью дома. Людмила Улихина, Валентина Сираж, Юрий Бабенко, Азов.Инфо.